ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пятница! Пятница! Ура! Друзья, мы дожили, мы дождались, мы дотерпели, и мы начинаем пятничное утро на своем. Это Мария Никитина. Друзья, по традиции, небольшая подборка поводов для радости. Итак, сегодня мы празднуем День Земли. Мы – это жители северного полушария планеты, то есть около 5 миллиардов человек. Эту дату вообще отмечают дважды, как вы уже поняли. Но по одной и той же причине – в день осеннего и весеннего равнодействия. Да, друзья, весна официально приходит именно сегодня, когда световых часов стало столько же, сколько и ночных. Но, опять-таки, делаем скидку на географическое расположение России. Даже на юге нашей страны весна никогда не приходит одна. А вот, например, Новороссийск уже сутки, как природа хочет дуть в море напрочь. В город пришла бора. Это очень-очень сильный ветер. Вот настолько сильный. Вот настолько сильный. Но есть, правда, мнение в интернете, что это не крыша сорвало, а просто нерадивые строители сложили много металлоконструкций и забыли про них. А тут пришла бора и все. И все унесла подальше. И удула. Да, друзья, новороссийцы. Если вы нас смотрите, я думаю, кто-то из Новороссийска за нами следит точно, как минимум, в нашем инстаграме. Друзья, мы с вами. Мы-то точно знаем, каково это – жить в ветреном городке. Но когда ветер стихает, наступает штиль и счастье. А счастье сегодня – место особое в нашем эфире. Ведь мы отмечаем еще и Международный день счастья. Представляете? Да, 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 друзья, с чем мы вас и поздравляем. А что тебя вообще делает счастливым? Это очень хороший вопрос. Мне делает счастливым, наверное, достаточное количество сна, достаточное количество еды. Ну, такие примитивные, смыслообразующие элементы счастья. Поесть, поспать. Да, а что тебя делает счастливым, Маша? Кружка кофе с утра, поцелуй любимого, объятие мамы. Любимого человека? А, да. У тебя просто еще собака, кошка может поцелуй любимой собаке, тебя делает счастливой. Ну, я не знаю, вообще. Ну, тоже такие достаточно, достаточно. Да, да. Приземленные, скажем так, элементы мечты. Друзья, что делает счастливыми вас? Мы хотим сегодня с вами это обсудить. Чуть позже напомним, как и где именно. Но давайте зафиксируем, запомним момент, что вас делает счастливым. И еще один приятный повод для всех нас. Мы хотим поздравить всех французов. Или тех, кто себя французами считает, как вот этот дедушка. Дедушка. Да, друзья, сегодня Международный день французского языка. Одного из ведущих в Европе и Африке. На нем больше 200 миллионов человек разговаривает, представляете? Ничего себе. Ну, это, в принципе, тоже вполне себе объяснимо. Я вот очень... А, я, кстати, очень люблю французский кинематограф. Ну, вот только Луи Дефинесс не очень люблю. Я угадал. Который жандарма играет. Да, 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 я угадал. Специально для тебя пару кадров. Именно с Луи Дефинессом я подготовил. Смотри, наслаждайся. Ростислав будет еще больше меня задирать и обижать. В смысле? Да, да, да. Что ты написал-то такое? Друзья, драки и не только. В нашем эфире далее. Это я. Сделаем из Ростислава топ-модель по-ставропольски. У нас в гостях Алена Коновалова, директор филиала модельного агентства вместе с воспитанницей. И воспитанниками. Через несколько минут. А потом я отомщу Машке и разрисую ее личико. А поможет мне в этом мейк-ап-артист Арфения Маркариан. А еще разыграем сертификат на отбеливание зубов, бесплатную пиццу от Пронте и месяц бесплатного фитнеса и растяжки. Поехали! Итак, друзья, Международный день счастья. Хотим с вами обсудить три, опять шесть пока, три канала для этого связи у нас работает. Первый вот здесь, вот наш инстаграм. Да, всем помашем. Своё нижнее подчеркивание ТВ. Вот он, вот, друзья, все по-настоящему. Весь прямой эфир мы транслируем. Видите, наш оператор Коля сейчас берет нас крупным планом. Тут столько уже людей собралось, целых сейчас семь человек, да. Итак, я хочу быстренько засчитать. Уже есть один вариант ответа на наш недоквест про то, что делает счастливым. Ирина Верещак пишет, счастье – это когда родные рядом и все не болеют. Мы присоединяемся и поддерживаем. Киевский Антон пишет нам, наш постоянный зритель, слушатель, любимый наш человек. Счастье смотреть на вас каждое утро, Антон. Как приятно. Счастье не болеть, пишет Саша Болгин. А Саша, тебе отдельный привет. Спасибо большое за отметку в Инстаграм. Мы проснулись сегодня с такими улыбками, да. Я в Ставрополе, Машка где-то в Михайловске проснулась, да. Чтобы никто не думал, я в Ставрополе, Машка в Михайловске. Спасибо. Нам, короче, было очень приятно. Все, тут у нас еще. Доброго утра, Саша Болгин опять наперед. Ну, короче говоря, мы периодически будем приходить в Инстаграм и... Ватсап, а номер? 8, не помню. 8-9-6-2-0-26-0-1-26. Помнишь ты, конечно. Просто она любит, когда я произношу цифры. А телефон нашего прямого эфира? 3-3-3-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-3-0-2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3 как у моря погоды, а в Австралии, это, кстати, южная полушария планеты. Местный рыбак Джереми Дехан эту погоду, кажется, даже дался наконец. Вот такой улов у группера – это разновидность каменного окуня. Он попал на крючок Джереми как раз-таки. Вообще, вот этот молодой человек вышел в море, чтобы поймать акулу. Ну, что-то пошло не так. Да, такое вот у него хобби, чисто австралийское хобби. Но в этот раз попался в группе рекордсмен, чтобы сфоткаться с которым пришлось прямо изрядно попотеть. 15 минут борьбы – вуаля! А потом он окуня-гигант отпустил в море. Наверное, из уважения все-таки, да, друзья, из уважения к нашим телезрителям, которые прямо сейчас собираются выходить из дома на улицу, мы включаем прогноз погоды на своем. Теплой погоды зрителей своего ТВ. О погоде на 20 марта-пятницу узнаем прямо сейчас. В Ставрополе днем температура 2 градуса выше нуля, а ночью – ноль. Дополняют картину осадки. В городе снова дождь со снегом. В Изобильнинском и Новоалександровском округах сильный дождь, днем плюс 5, ночью плюс 2 градуса. В Пятигорске и Минеральных Водах днем плюс 6, а ночью – ноль. Дождь. В Кисловодске кроме дождя ожидается также снег. Температура воздуха днем плюс 4, ночью минус 2. В Буденновске и Нефтекумске днем плюс 5, ночью плюс 2 и сильный дождь. В Ипатово, Дивном и Арсгире незначительно теплее. Температура днем плюс 6, ночью плюс 4, также сильный дождь. 20 марта в этом году – день весеннего равноденствия. Это одно из уникальнейших явлений природы. В этот период во всех странах день почти равен ночи. Кстати, весеннее равноденствие считается астрономическим началом весны. Будем надеяться, что это так, и весна все-таки поскорее наступит. А следить за погодой будем вместе на своем ТВ. Друзья, тем временем интернет организовывает пятый интернационал. Ну, то есть предлагает каждому узнать, на сколько процентов он принадлежит к той или иной национальной группе. Ты про приложение это, что ли? Да, да, да. Ну, я ему вообще не верю, если честно. Почему ты не веришь? Результаты не понравились. Ну, по картинке судить не верю. Давайте посмотрим, что там у Машки показало. У нас есть фотоподтверждение. Маша говорит, повезло тебе, Машка, нет у тебя. А есть зато моя фотка. Давайте посмотрим, что же меня там показало. Иранца? Алжирца? Секундочку, пока мы ждем фотографии, друзья, важнейшее, важнейшее сообщение к нам прилетело в Инстаграм от Галамет Михайловск. Я так-то из Комсомольска на Амуре. Комсомольска на Амуре. Я очень хотел бы сейчас прям загуглить, сколько километров от Ставрополя до Комсомольска на Амуре, но это приблизительно, наверное, тысяч... Много. ...восемь. Тысяч восемь. Да нет. Подзагрузились в нашем баде результаты. И сейчас мы тебя посмотрим сначала. Ну-ка. 55% Russian, 22% гривен. Иран и Катар. Ну, неплохо. Слушай, а у меня что? 74% Russian, 17% Ukraine. Ну, и варяги остальные, шведы и датчане. Но, да, интернет заполонили, в принципе. Результаты такого экспресс-ДНК теста по фото, конечно, достоверности мы вряд ли можем подтвердить, зацепило этот тест и гонболистов нашего Виктора. Давайте посмотрим. Вот наши пацаны в ожидании игр плей-офф. Решили себя пофотографировать. Это развлечь. Вот Заболоцкий у нас британец чуть-чуть. Британец. Да, неплохо, неплохо, в принципе. Франк. Девять, друзья. Вот тем временем мне напоминает, что до конца мостка на Амуре 9106 километров. И вот нашему... Ну, ребята симпатичные, да, Светкар? Да, Мазаров Бельгиз тоже хорошо. Ну, классные ребята, да. Конечно же, симпатичные улыбки у них тоже. Прям я позоверю. О, а почему бы нам сертификат не разыграть? Прямо сейчас, друзья, наш первый розыгрыш по мотивам ДНК-теста. Это сертификат на 1000 рублей на отбеливание зубов от наших партнеров в студии косметического осветления Ямали White Perfect Smile из Михайловска. Инстаграм Михайловска. Активизируемся. Отдадим тому, кто знает, кто соперник Ставропольского Виктора. В одной четвертой финала гандбольной суперлиги, друзья. Вариант А. Команда Пермские медведи. Вариант Б. Алубские медведи. Вариант С. Кубанские медведи. Вариант Д. Норильские медведи. 33-30-20. Телефон нашего прямого эфира. Код города Ставрополь. 8-6-5-2. Я хочу добавить, что в составе продукции студии White Perfect Smile только компоненты, укрепляющие и способствующие защите нашей Ямали. Друзья, пока мы тут ждем ваших звонков, пришло, как мне кажется, время фитнеса, легкого фитнеса. Что решил? Советскую зарядку сделать? Да, я попрошу режиссера включить небольшое видео для затравочки, пока я готовлюсь, разминаюсь, надеваю на себя плеску. Инстаграмчик, нормальная плесочка, не нравится. Твой любимый цвет. Друзья, помните, в Советском Союзе вот это разминочные элементы, яркие красные. Ты сама, что ли, сошел? Ты хочешь мне поснимать в Инстаграм? Я хочу вот на кранчик поработать. Друзья, головы, разминаем, разминаем. Это ритмика. Тяни носки. Тренер, тренера, я что, правильно делаю? Мне кажется, я балерина. Быстрее, быстрее. Вот так. Друзья, очень полезно заниматься спортом. Как минимум, раз в день, в 7 утра тянуть паховые, тазобедренные мышцы, все-все. Но я любитель, как вы можете видеть по моим содроганиям тела, а вот профессионалы прямо сейчас зарядку на своем вам покажут, как нужно правильно разомнемся. Да. Доброе утро. Доброе утро. Чтобы ваш организм поскорее проснулся, мы предлагаем проделать вместе с нами, фитнес-инструкторами Фреш Фитнес, несколько полезных упражнений. Чтобы вы активизировали все энергетические запасы и чувствовали бодрость на весь день. Первое наше упражнение пистолет, приседания на каждую ногу. Приступаем. Ну а для тех, кому сложно так же, как и мне, нам помогут в этом петли ТРХ. Следующим нашим упражнением будут выпады назад плюс боковые выпады для красивых и округлых ягодиц. Следующим нашим упражнением будет тяга гантели на каждую ногу с небольшим отведением колено в сторону. Ладно, держи. Следующее упражнение на пресс. Мы будем передавать друг другу мяч. Поехали. Сергей, ну как тебе мой утренний комплекс? Даша, спасибо. Комплекс очень хороший, но для мужчин я бы добавил два силовых упражнения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, твой комплекс действительно для мужчин. Поддерживать свое тело в форме, выглядеть подтянутое и красиво, не трудно. Главное, выполняйте наши комплексы, и мы вас ждем во фреш-фитнес. Всем бодрого утра и хорошего дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так, может быть, научим тебя правильно ходить? Я умею ходить, я умею ходить обычным шагом. Почему меня учили в армии ходить? Ну, как моделька. Так, моделька не учили еще. Я знаю, кто меня научит. Друзья, Алена Коновалова, директор филиала модельного агентства и юные воспитанники Михаил Кононов, Марина Дарина Маргунова, Илья Березнюк и Арина Стрункина. Все правильно назвал? Всех правильно назвал? Привет, привет, ребята. Привет, привет, доброе утро, мы шли. Так, друзья, мы к вам не сможем прийти. Вас так много. Мы с вами здесь пообщаемся. Хорошо? Так, друзья, смотрите, какие красивые, юные модельки. Привет, 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 привет. Так вот. Ты же будешь ходить. Я решил, наконец-таки, друзья, я вот тут думал долго, целую неделю, куда деть моего дельфинчика любимого, которого мы всей командой доделали, дарили, скрасили. Ален, я вам подарю его? Давай. Самому лучшему воспитаннику. Будьте добры, вот этого дельфинчика по итогам недели моделей какой-нибудь подарите. Это наш авторский дельфинчик своего ТВ. Хорошо, спасибо. Мы с вами белками его сделали. Ура, дельфинчик нашел порт прописки. Ален, модельный агент, вы такие юные модели. Вот как это совместимо? Кажется, что модельный бизнес это бизнес для взрослых, девчат, ребят. Ну, в первую очередь, у нас всестороннее развитие детей. То есть мы учим не только модели дефиле и ходить. На самом деле, у нас много интересных предметов. Актерское мастерство, сценическая речь, фитнес, этикет. Это очень все полезно. Ну, конечно же, дефиле и фотопозирование. Такие основные предметы. Уже на фотосессиях они себя проявляются. Но, в первую очередь, мы хотим, чтобы детки умели именно себя вести правильно, общаться, контакт находить с фотографом, с любым... Вот даже сейчас, например, на публике. Они в первый раз в такой обстановке. Ребятки, переживаете? Переживаете? Чуть-чуть. А еще переживаете? Чего волнуетесь? Нас боитесь, Маши? Тебя, тебя! Микрофончик только возьмите, когда отвечаете. Хорошо? Вот это самое главное. Больше волноваться не за что. Главное, чтобы было слышно, что вы делаете. Илья, ну скажи, как тебе фотосессии? Как проводишь себя, чувствуешь перед фотографом? Микрофон поднеси. Ну, мне хорошо становится. Я чувствую себя уверенно. Чувствую, что все у меня получается. Это классно. А любимый предмет? Дефиле. Дефиле? Вот видишь, мальчики, которые ходят. Вот я, да. У меня стереотип. Я стереотипный. Это действительно стереотип, потому что думают, что дефиле это только для девочек. На самом деле, на дефиле что мы учим? Постановку корпуса, как держать ровно спинку, модельная стойка. Давайте покажем модельную стойку. Ой, а потом меня научите еще хорошо. Давайте сначала сами. Положи микрофончик на диван. Смотрите, если... Вот видите, там висит такая камерка, вот на нее будем ходить. На нее будем ходить. Как у нас модельная стойка? Мишка, мишка, мишка. Все встали. Правая нога ведущая, правая впереди. Немножко присогнули. Спинки расправили. Можно угол? Да, конечно. И как стоим? Рука на пояс одна. Отлично. Теперь делаем перекат направо. И стоечка. Раз. Фэшн стоечка. Бедро хрустного. Перекат делаем. Дарюш, как там делаешь перекат? Ну, выйди чуть вперед, малышка. Выходи вперед. Дарюш, выйди вперед. Вот сюда. Перекат делаем. Раз. Показали себя как будто перед камерой. В другую сторону сделали перекат. Два. Вот туда смотришь. Хорошо. Смотрим все в камеру. И улыбаемся. То есть это такая у нас фэшн стоечка, когда мы дефилировали. У нас недавно был, да, первый показ уже? А где был? В космосе. Мы участвовали в показе на 8 марта. Представляли там одежду от партнеров. И вот дети у нас ходили, рекламировали одежду, показывали. То есть у них была проходка, дефиле. Стойка. То есть бойцы проверенные. Да, то есть они уже молодцы. Садитесь. Садитесь. Ой, я попозже. Я сейчас даю. Какие-то травмы понесли. Мы сейчас поучим, поучим. Не волнуйся. Так, девчата и мальчишки. А как так вышло? Алёна, да и вы с родителями общались. Почему именно в модели вас отдали? Или вы сами захотели? Арина, давай, как думаешь, почему тебе мама в модельной? Ты сама хотела или это мама тебя? Я хотела сама. Мы ходили раньше в другую модельную, но у меня в то же время были и танцы. Поэтому мы не успевали. И меня, ну... Вы пришли к нам. Да. А есть любимые модели? Пока. Я к тебе. Так, это у нас Арина, правильно? Это Арина. А Дарина, что нам скажет? Дариночка, расскажи нам, пожалуйста, ты как моделью стала. Я, конечно, люблю всех, но больше всех. А Лёна Сергеевна. Ой, как сладенький, как ты маленький. А что тебе нравится? Самый любимый предмет? Ну, фоткаться модельной. Фотопозирование, да, тебе нравится? Да, ей нравится фотопозирование. Здорово. Ты молодец. Так, у нас Михаил еще помню ничего не рассказывал. Михаил ничего не рассказывал. Илюш, передай ему микрофон. Миш, а тебе что нравится в модели? Модельный. А Генн... А Генн... То есть, вы видите, они еще некоторые даже не умеют разговаривать, но Миша от таких успехов уже достигает. Его мама постоянно мне пишет, что ура, наконец-таки. Я попросила Мишу попозировать, и он встал за три секунды мне и спозировал на телефон, и выкладывал все это в Инстаграм. А то, как мы нам у мамочки, мне кажется, такие размазанные фотографии детей. Антон спрашивает, киевский наш товарищ, друг, Миша, откуда у тебя такая бабочка замечательная? Микрофон держи. Микрофон расскажи нам. Я вам утащил своя арену. Мама купила бабочку? Я на это что-то утащить, ходить там в чешках, с грушкой. И в бабочке, в чешках и в бабочке. Ну, и с бабочкой. Мишуля, держи микрофон. Ой, ты даже самчик. Зайка, Миш, а бабочка откуда мама купила? А цвет сам выбирал? Микрофон держи, Мишуль. Зайка. Ну, это там еда и утащить, там сходить. На фотосессии ему нравится ходить. На фотосессии ему нравится ходить. В общем, он вас не слышит абсолютно. Там что-то утащится. Потому что он уже в процессе. Да, ему очень нравится. Им всем нравится ходить на фотосессии. То есть помимо занятий, мы устраиваем фотопроекты интересные. И родители приводят детей. Мы там готовимся, чуть подкрашимся, делаем прически, фотографируемся. Все это таким конвейером, все весело, под музыку. Иногда даже с физажистами и стилистами дети в восторге от этого процесса. И я в восторге от того, какие они эмоции испытывают. Образы как придумываете сами? Например, я придумываю какой-то фотопроект в стиле джинсовая мода. Все приходят в джинсовой одежде. О, я покажу, вроде. Да, джинсовая мода. То есть форма одежды. Все джинсовые, джинсовые аксессуары, джинсовые куртки, джинсовые. Все приходят в одном стиле. Мы снимаем определенную студию, добавляем каких-то, может, декораций и все остальное. Снимаем проект в одном стиле. Потом эти фотографии отдаем родителям. А следующий проект у вас какой? Идеи есть какие-то? Конечно. Идеи на месяц вперед у нас расписываются. Вчера у нас был проект, например, рыбки с аквариумом. Я купила рыбку, аквариум, и дети держали туда аквариумом вот так постоянно в ручках. Смотрели на рыбку, мы просили от них еще эмоции. Они не могли показать эмоции, потому что рыбка... А суть в чем, на самом деле, в этих проектах? Чтобы дети учились каждый раз социализироваться и привыкать к новой обстановке. То есть каждая новая фотосессия – это для детей небольшой стресс. Но как мы знаем, что в стрессе у нас происходит именно рост и развитие. Алена, если я попрошу не тебя, а твоих воспитанников помочь мне в освоении основ моделинга. У меня есть вот такая книжка. Мне говорили, что вот так с ней на голове ходят. Осанку. И держат осанку. Это типа какие-то основы. Правда? Ну, есть такое, да, на самом деле. Но у нас преподаватель по дефиле пока не использует, потому что это очень сложно. Что мне нужно знать? Я готов стать моделью. Значит, нам нужно плечики распрямить, лопаточки свести. Поднимаем плечики наверх, назад отводим. Ух ты, господи, мне сейчас грудная клетка треснет. Все, да, выдохнули. Отлично. Правую ножку чуть вперед. Так, ладно. Книжку, книжку, книжку. Пока без книжечки. Чуть, нет, чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. Дарюш, покажешь дефиле? Пожалуйста, Дарюнь, покажем мне дефиле. Давайте вместе. Вот тут. Давай, ты вот здесь, я вот здесь. Давай. А вы, давайте мы там останемся. Нет, стойте в модельную стойку, остановитесь, остановитесь. Дарюнь, вот, правильно я делаю. На следующий показ у тебя ростислали. Давай, животик втягивай, плечик расправляй. Дарюша, пошли и вперед. Раз, два, три, четыре. Стоп. Стоп. Разворот на полупальчиках. Оп. Да, 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 да. Слушай, как в армии прям. Дарин, давай вот туда пойдем, парушку сделаем. Иди, 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 не бойся, не бойся. Давай. Чик. Ну-ка, покажем. Давай, правая нога впереди, пошли. И раз, два, три, четыре. Стоп. Как на полупальчиках разворачиваемся? И раз, оранж. И еще разочек сделаем, последний, финальный, как будто бы у нас Прада презентует что-то. Давайте, а вы здесь вместе идем. Так. И идем. Раз, два, три, четыре. Стоп. Ой, красиво. Какая ножка осталась впереди? На полупальчиках разворачиваемся. Я без дарусь, по-моему. Отлично, на полупальчиках поворот. И раз, и обратно идем. Раз, два, три, четыре. И разворот, и модельная стоечка. Нужно еще, ну, в конце сделать. Оп, отлично. Чик-чик-чик, поворотся. Дарина, спасибо большое. Спасибо вам за урок. Здорово, здорово. Слушай, ну, вроде я не настолько, да, беспомощный. Ну, не настолько все бесполезно, да. На самом деле, научить можно любого и всему. А сколько времени нужно, кстати, чтобы освоить самые-самые базовые? Ну, у нас курс длится 9 месяцев. Первый месяц, естественно, вводный и адаптационный. Но через 2-3 месяца уже реально видны результаты. То есть вот таких вот малышей. Почему я взяла с собой именно двух маленьких, а двух взросленьких? Чтобы вы посмотрели, что и маленькие, и взрослые все учатся всему. Хотя начинают одинаково с той же программой. Вот мы с Ильей давно не говорили. Я сидит у нас грустно. Илюш, ну что ты, Мишур, дай ему податься на микрофон. Когда ты пришел в модельную школу? Микрофон, микрофон. Я пришел в модельную школу с января. Январь, февраль, вот уже март, то есть 2 с полным месяцем. Ну да, где-то. Чему успел научиться? Ходить, научился правильно позировать. Важно. Илюш, ты в школе, в садике? В школе, наверное, уже. В школе, в четвертом классе. В четвертом классе. Как одноклассники, ты с одноклассниками же разговариваешь. Дай я что-то пройду, не попадаю никуда. Что одноклассники говорят о том увлечении? Хотят? Может быть, ты агитируешь? Пойдемте со мной в модели. Не, я вообще никому не рассказывал про это. То есть это твое такое увлечение? Да. Почему не рассказываешь? Не знаю, но как-то не хочется рассказывать. Это не стеснение? Ну, как-то мнение, наверное, свое, да? Не стесняешься? Нет. Вот это самое, я очень хотел услышать, это нет. Потому что... На самом деле, вот я пытаюсь каждый раз, у меня новый запуск происходит, и приводят детей от 3 до 14 лет у меня, детки. И вот папы в основном сомневаются, что... Нет, мы, наверное, там, мальчик, он же на карате, стереотип. У нас мальчики именно раскрываются и становятся мужественными и очень красивыми. Они на самом деле, мужчины, очень красивые, их меньше. Вот. И они, дети, раскрываются именно вот здесь у нас, но каждой своей. Девочки в женственном плане, в женском, а мальчики именно в мужском. То есть ничего зазорного нету. То есть мужскую одежду демонстрируют, правильно? Да. Демонстрируют. У них позинг есть, мужские движения. Дефиле также есть, мужские движения. То есть он прошелся. А иначе кто будет нам показывать дефиле на большой сцене? Тех же футбольных форм, условно говоря. Правильно, если не будет моделей мальчиков. Если стереотип будет, что мальчик только ходит на бокс и все остальное. Есть у меня еще одно предложение, и ты будешь в нем заниматься ключевую роль. У тебя планшет в руках? Угу. Давайте представим, что Маша фотограф. Давайте. Машу мы поставим в центр, да. Маша, где, наверное, в центр зала, а у нас такой подиум своеобразный. Алена, можно попросить воспитанников продемонстрировать основы позинга? Давайте. А я буду так делать. Еще ближе. Давайте по очереди, как вот на фотосессии, да? Хорошо, Арина, давайте первым. А может, все вместе? А вы работали вместе, когда вот прям... Давайте, я предлагаю сейчас, чтобы они по одному сделали, и в конце как будто... А наши инстаграм-зрители как раз-таки это та самая аудитория. Да, да, да. Арина, давай, выходи вот сюда в центр. Это наши ребятки. Поехали. Раз, а как делать? Я не понимаю. Нет, ты просто держи, а мы потом нарежем из записи онлайн-процессии. Смотри, вот у нас недавно была фотосессия, модельные тесты, помнишь? Давай, три позы показываем. Первая и первая поза, раз. То есть ты стоишь, хорошо. Вторая поза. Ну, меняй позу, меняй, меняй. Два. Два и третья. Три. Хорошо, ну, ноги тоже могут. О, это прямо мои стандарты на фотографии. Хорошо, давай, Дарюша, давай, это нет, подождите, по очереди. Давай, первую позу, как ты можешь? Я пойду присоединись, тоже хочу. Ты умеешь, смотри, ты умеешь так делать, как ты хочешь. А так? Ну, давай, два. Раз, первая поза, вторая, два, и третья. Ну, ручки можете быть. Три, красиво. Хорошо, молодец. Давай, Илюша. Первая поза. Раз. Вторая. Два. Два. И? Дри. Они сейчас немножко стесняются, они на самом деле намного смелее. Мишка, покажем. Мишуль, ну, туда подходи. Ну, ходи прямо вот сюда, зайка. Вот, давай. Первая поза. Первая поза. Как ты позируешь перед фотографом или перед мамой? Покажи, не стесняйся. Как будто я фотограф. Давай, первая поза, руки на пояс. Оп, молодец. Вторая поза. Вторая как? А ты умеешь, помнишь, ты еще любишь вот так делать, язычок? Одно пожать. И третья поза. Давай вот так. Пистолетики. Да. И теперь новичок. Теперь новичок. Хорошо, Мишуль, давай. Мишка, я и я. И поехали. Ну, давайте я буду помогать, потому что первая поза. Не спустимся, чтобы попали. Ну, например, первая поза, мы можем просто мужскую, я покажу. Просто встали. Отлично. Чуть-чуть под бородочку, только наверх. И можно одну бровь припадить. Вот так и будешь в этой грифе. Эмоции еще нужно показывать. Какие? Ну, например, эмоции, я чуть задумчиваюсь. Отлично. Хорошо. Вторая поза. Мне сообщают, что мужская поза у меня не получается пока. Еще дальше поза. Так, одна. Да, просто одну руку на пою. Только у меня чуть жерсткая. Плохо пишут. Ростислав, как статуя. Надо еще потренироваться. Хорошо. Ну, давай так еще другую вернемся. Вот это. Все. То есть вот у нас получилось три поза. На самом деле их очень много. У нас вот была съемка, модельные тесты. То есть нам нужно, чтобы модель продемонстрировала как можно больше поз и как можно больше показала именно себя, свою фигуру, грубо говоря. Что она умеет. Эмоции, позинг, все остальное, пластику тела. То есть чем больше, тем лучше, по сути. Да, у них, то есть, как и, например, в русском языке есть лексиконный запас, да, то есть словарный запас. Так и здесь, в модельнике, то есть у них должен быть запас, чтобы они свободны. Не задумывались перед камерой, какую мне сделать, да, позу. У них это должно быть. Тогда мы учим. А как этому научить? Прийти к нам в школу и учать. Учить актерское мастерство, станическая речь, фотопозирование, дефиле. На этикете они там тоже учатся именно общаться, потому что сейчас общение живое, это редкость, да, мне кажется? Набор в течение года идет, получается? Набор периодически идет у нас, как подошло время, что можно новый запуск. Вот недавно мы открыли новый запуск. То есть это первый запуск у нас, более опытные модельки. И вот у нас недавно совсем второй запуск. Куда идти, Ален, где искать? Искать меня в первую очередь можно, а потом я сориентирую. Вообще у нас, мы студию снимаем на Доваторцев, 44Б. Вот, там у нас такая базовая, грубо говоря, студия. Мы там занимаемся, а фотосессии проходят по всему городу. Алена Коновалова, нижняя подчеркнение, босс. Там точечка босс. Точечка, точечка босс. На экранах можно меня найти. Да, друзья, когда мы будем титановой. Или по хэштегу можно еще, директор там, директор школы. Директор школы. Ален, мы про детей-то поговорили, а про тебя нет. Тебе зачем модельный бизнес? Как он вообще стал частью твоей жизни? Ну, вообще я с детьми работаю где-то уже лет 10, на самом деле, несмотря на столь юный возраст. Вот, педагогическое образование у меня. То есть я хореограф по образованию изначально. И, на самом деле, я прошла от хореографа, от учительницы до преподавателя в УЗИ. И даже работала фитнес-тренером, и работала в английской школе. То есть много было разного опыта, но всегда мне чего-то не хватало для реализации. Всегда мне было что-то как будто не то. То есть все нравится, люблю детей. А чего мне не хватало, я руководством. Как идея пришла? Все, будет модельная школа. Буду модельной расти. Ну, меня просто нашли, в первую очередь, конечно же. То есть филиал открылся, у нас гендиректор в Самаре. То есть и меня нашли, вот по случайности, если честно, я вот так телефон просто взяла и смс-ка. Ищем директора. Очень мне эта идея, на самом деле, сначала не понравилась. Я засомневалась, думаю, как будто чем-то пахнет невкусным. А потом действительно я созвонилась по скайпу с Самарой. Действительно настоящие люди. Они говорят, мы открываем вас в филиал, мы ищем руководителя. Вы очень подойдете. Там резюме моё почитали. Потому что я действительно имею очень большой педагогический опыт. То есть я понимаю, что такое быть учительницей. В детском саду я работала. Что такое маленькие детки, взрослые. Что такое подростки. То есть и вот, видимо, я уже пришла к тому, чтобы стать, например, директором. И уже держать школу, то есть педагогов, учить, чему-то направлять. То есть я сама не преподаю ничего сейчас. Ну, в редких случаях замещаю, да. Но я строгая очень, злая, да. Не любят меня. Вот, смотри, они, да. Просто. Когда я замещала там один раз что-то у них, то, конечно, они сначала напрягаются. Но потом, на самом деле, виден результат. Вот. Ну, у меня есть педагоги, очень хорошие ребята. То есть по каждому предмету свой. Я, на самом деле, курирую все. И что? Организую фотопроекты. Нахожусь на фотопроекте вместе с детками обязательно. Всех помогу. У меня есть стилист и визажист. Но я все равно сама и всех накрашу и сделаю притеску. На ноги остановочник, я говорю, специалист. Я люблю просто это мне доставлять удовольствия, видеть эти счастливые лица. А потом, конечно, получить благодарность детей и родителей. Это очень здорово, когда они пишут, да, наши дети действительно раскрываются. Алёна, мы тебе желаем успеха. Спасибо. Детям самое главное. Мне кажется, педагога любого красит успехи детей. Да. И только потом уже думаешь, ну, вот дети молодцы, и значит, и я молодец, друзья. Алёна Коновалова, директор филиала модельного агентства. И её воспитанники поехали по порядку. Арина Стрункина, Дарина Маргунова, Илья Березнюк и Михаил Кононов у нас в гостях. У нас в гостях. Утро на своём. Ребята, вы классные. Такие замечательные, улыбательные. Может быть, доброе утро пожелаем жителям края? Все вместе, давайте. Доброе утро. Молодцы, друзья. Друзья, спасибо вам огромное за то, что так рано к нам приехали. Алёна, спасибо большое тебе, что привела таких замечательных... Да и себя тоже привела. И вам спасибо, что пригласили. Мы едем дальше, друзья. У нас в редакции, как мне кажется, завелись свои Маша и Медведь. Ты в курсе, кстати, Марушка? Ну, кроме вот этой вот Маши. Нет. И я не просто так говорю Маше и Медведь, я говорю про Машу Гнездилову и Медведя Ромы Высора. Точно, точно, точно. Не прошло и 100 лет. Сегодня, точнее, сегодня ребята заканчивают, а в понедельник в 8 вечера на нашем телеканале... Прямиком из хутора Андреевского, Котебеевского района и столицы Кармалиновской, там, где люди не сидели сложа руки, выходит новый выпуск программы «Время – дело». Да, друзья, прям настоящие Машины сказки. Сейчас мы посмотрим небольшой промо-ролик нашего «Время – дело». Давайте прямо сейчас прервемся на секунду. Каждую неделю новые инициативы, новые приключения. Когда-то я хотела стать популярной певицей. Старопольева, Старопольев. У тебя все получится. Но одно остается неизменным. Каждый раз, когда я вижу в домах культуры танцевальные коллективы, я это воспринимаю как личный вызов. Друзья, а теперь смертельный номер. Дома прошу не повторять. Мария Гнездилова. Роман «Выстараб» в проекте о самой инициативной программе губернатора Ставропольского края. Звучит легкая ритмичная мелодия. У вас хорошее настроение. Пришло время – дело. Уважаемые жители Шпаковского района, Чапаевки, микрорайонов Ставрополя, которые очень близки к Михайловску, да и, в принципе, ставропольцы. Мы напоминаем, первый-то конкурс у нас уже начался, а звонков все нет и нет. Друзья, тысяча рублей от наших партнеров студии «White Perfect Smile» на отбеливание зубов. Безопасное отбеливание зубов. Безопасное. И вот с такими вот препаратами, с такими вот материалами, вот я вспомнил это слово. Которые защищают зубную мальчик. Мы хотим отдать тому, кто ответит на наш не очень сложный, да, ваш вопрос. Видимо, болельщики просто. Болельщики Виктора еще спят, друзья. Вопрос, в принципе, легко заходится, точнее, в интернете. Да. Кто соперник Ставропольского Виктора в 1-4 финала гандбольной суперлиги? Вариант А – команда «Пермские медведи». Вариант Б – «Алупские». Вариант С – «Кубанские медведи». Или «Д» – «Норильские медведи». Ждем ваших звонков по номеру 333-020. 33-30-20. Телефон нашего прямого эфира. Сейчас мы хотим почитать пару сообщений в нашем инстаграме и в ватсап. Напомним тоже потом номера и того аккаунта инстаграма. Так, Саша Болдина, наша постоянная зрительница, пишет «Мой сын не хотел идти в школу из-за мультика про Джека». Вот, Саша, это достаточно знакомая тема. Я тоже в школу, честно говоря, не очень хотел идти и без мультиков. Виталий Бельтриков нам пишет ответ на интерактив. Виталий, позвоните нам по номеру 33-30-20. У нас все розыгрыши по телефону. «Даймонд1987» передает привет из «Невинномыска». Город химиков. Сила тоже. Спасибо большое, что смотрите. Ватсап прилетело сообщение «Боюсь опозориться». Специально для Жестислава. Передаю привет руку машущую ведущему, который во вчерашнем эфире запнулся. Это был не я в слове «золотиночка». Специально для него скороговорочка. Да, Машенька? Прочитай, пожалуйста. «Шедеврация шедевра шедеврирует шедевратора». Всем доброго и отличного настроения, друзья. Скороговорки – это хорошо. Хорошо. Скороговорки помогают нам. Скороговорки помогают всем. Зачем я это говорю? Я это говорю, потому что Виталий пишет. Я стесняюсь, я пытаюсь Виталия немножечко развеселить. Друзей, не стесняйтесь, позвоните нам. 333-020. Напоминаю еще раз, сертификат на 1000 рублей от наших партнеров «White Perfect Smile» мы отдадим. Да, вперед за красивой улыбкой. А пока мы ждем ваших вариантов ответов, прервемся на небольшой выпуск «Экспресс-новостей». Как поумнел «Железноводск» показали главам других городов Ставрополья. Напомним, в городе-курорте одним из первых в стране внедрили цифровые технологии, которые облегчают жизнь людям. Умные карты рассказывают, когда приедут автобусы. А умный киоск подскажет, как пройти до ближайшего кафе. По цифровым контролям находятся даже мусорные баки. Кроме того, жители города смогут самостоятельно отслеживать работу муниципальных служб и пожаловаться на проблему. Будь то неубранный снег или разбитая дорога. Проект реализуют краевые власти совместно с «Росатомом». Полностью систему умного города внедрят в апреле этого года. На полях Ставропольского края продолжается севьеровых культур. По информации регионального Минсельхоза, во всех категориях хозяйств засеяно более 223 тысяч гектаров, или почти 28%. В 12-ти районных и городских округах края посев уже завершен. На финишной прямой Благодарненский и Кировский городские округа, а также Курский и Степновский районы. Всего в крае планируют засеять яровыми культурами 1 миллион гектаров. В связи с международной эпидситуацией химические предприятия края переходят на усиленный режим работы. Антисептики для кожи теперь продукция номер один. Ее производят в больших объемах и в маленькой таре, чтобы удобно было приобрести простым потребителям, клиентам аптек и покупателям в магазинах. На предприятии в месяц производят примерно 700 тысяч тонн дезинфицирующих препаратов. В ближайшее время эта цифра увеличится. На Ставрополье завершается сев гороха. Этой культурой аграрии засеяли почти 18 тысяч гектаров. Это 97% от плана, сообщили в краевом минсельхозе. Отмечается, что самые большие поля гороха в Ипатовском, Петровском городских округах, Красногвардейском и Труновском районах. Сад Победы высадят Кисловодский в память об ушедших на фронт жителей города. В течение нескольких недель будут высажены хвойные, лиственные, плодовые и цветущие деревья. К акции могут присоединиться все желающие. Посадить дерево в память о героическом прошлом своей семьи, своих дедах и прадедах. Ростислав, а у меня для тебя сюрприз. Да ты что! Смотри, что я себе приготовила! Ой, какой сюрприз, я же его не видел! Ой, Маша, Маша, можно я возьму? Да, пробую. Друзья, Машка приготовила мне вот такой. Не все же мне, не все же мне. Ну, наконец-таки что-то я мне попал. Друзья, кекс, вот такой вот вкуснейший, шоколадный кекс. Давайте посмотрим поближе, посмотрим, какой он красивый. Ой, Машка, твой кулинарный талант. Сгодится, да, сгодится на быстрый завтрак. Можно я попробую? Пока ты расскажи, из чего ты его делала. Рецепт вообще кекса вообще простой. Смешиваем яйцо, молоко, муку, какао, щепотку соли, две ложечки сахара и рецепт на экране. Ой, ты сто раз показала. Все это смешиваем, ставим в микроволновочку на три минуты и готово. Вкуснейшие кексы. Вкуснейшие, конечно. Очень вкусные кексы. Ну, они долго ждали своего эфирного времени, поэтому чуть-чуть успели подсохнуть. Да, а для зрителей своего ТВ у нас, кстати, тоже есть подарок. Знаешь, какой? Да, я дожую. Пицца от наших любимых друзей из Пронте Пиццы. Да? Да. Друзья тоже. И у нас вопрос. Чтобы выиграть пиццу, необходимо дозвониться нам по номеру 333-020 и ответить на один вопрос. Какой торт подарили Леониду Брежневу на его 70-летие? Вариант А, торт Прага. Вариант Б, киевский. Вариант С, черничный. И Д, золотой. Друзья, 333-320. Что я сказал? 33-320. Вот ты запутал всех уже. 33-320. Телефон нашего прямого эфира. Код города Ставрополь, 8652. И еще машинкек с подарок отдам. Засохший? Нет. Вкуснейший. Вкуснейший, потому что вам нужно это, друзья, попробовать. Два конкурса у нас в Розгоре. И вот уже есть звонок. Представляете? Ура! Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Меня зовут Марина. Марина, очень приятно. Как дела? Откуда ты звонили с нам? Из Ставрополя, из Ставрополя. Из Ставрополя. Марин, 7 часов 50 минут. На часах что успели сделать с начала вашего дня? Ой, да что успела сделать? Своё ТВ включить и всё. Пока что вот готовлюсь к работе. Марин, приятно, что всё начинается в вашем дне со своего ТВ. Марин, специально для вас мы хотим разыграть... Что именно мы хотим разыграть, специально для вас? У нас это два конкурса. Отбеливание зубов или пиццу? Пиццу, пиццу. Пиццу. Давайте, хорошо, с удовольствием пиццу. Отличный выбор. Отдадим, если вы напомните нам, какой торт, я думаю, вы точно знаете, какой торт подарили Леониду Брежневу на его 70-летие. Вариант А, торт Прага. Вариант Б, киевский. Вариант С, черничный. Вариант Д, золотой. Ну, наверное, Прага. Давайте так, подсказка. Марин, давайте подсказку с удовольствием дадим. Есть, в общем, среди нашего зрительского контингента один замечательный мужчина. Замечательный, очень похожий на название этого торта. И еще раз мы варианты ответа повторим. Это торт киевский, торт черничный и торт золотой. Торт киевский. Вот такой, с такой-то подсказкой, конечно. Марина, это ваша пицца. Мы вас поздравляем. Трехслойный, там, я не помню, размеры. Торт, он даже в экран не помещается. Киевский торт подарили Леониду Брежневу на 70-летие. Украинская делегация, украинская. Прошу прощения. То есть он прям, Леонид Ильич, ел его и ел. Прямо, как, я надеюсь, вы сегодня будете есть и есть эту пиццу. С кем вы разделите ее, скажите, пожалуйста. Да, с кем, не с кем, сама с кем. Правильно, как Брежнев торт. Сама съем. Марина, оставайтесь на линии. Коллеги расскажут, где и как забрать ваш подарок. А я хочу напомнить, что у нас еще один сертификат прямо вот сейчас горит уже в руках. Друзья, это сертификат на 1000 рублей на отбеливание зубов в Михайловской студии. White Perfect Smile. И вопрос очень тоже простой. Кто соперник Ставропольского Виктора в 1-4 суперлиге? Гандбольно имеется в виду. А варианты Пермские медведи? Это первые. Вариант Б. Алупские медведи. Вариант С. Кубанские. И вариант Д. Норильские медведи. Друзья, есть подсказка для вас. Маша, оттуда. Откуда эта команда? 33-30-20. Телефон нашего прямого эфира. Код города Ставрополь 8652. Пришло время в ожидании ваших звонков песни, которые мы... Нашего друга. Ребята, всем привет. В эфире вертикальные новости своего ТВ. Меня по-прежнему зовут Антон Киевский. Ну, мало ли, может, что-то могло бы измениться за ночь, но нет. Немножечко позитивных, хороших, добрых, светлых новостей вам в ленту. В это непростое и довольно негативное время. Погнали. И первая же новость, в общем-то, о вас, друзья, о наших подписчиках, потому что вас стало 9 тысяч в нашем инстаграм. 9 тысяч! 9! 9! 9! Это круто, это очень-очень здорово, это безумно приятно. Даже немножечко больше, чем 9 тысяч вас стало. Мы надеемся, что вы также продолжите быть с нами, а мы продолжим радовать вас своими новостями, своими постами и всем тем, что мы выкладываем в инсту. Ребята, спасибо! В Пятигорске начали постоянную дезинфекцию общественного транспорта. Об этом сообщает администрация города. Ну, вы понимаете, среди высоких гор рассекает пространство стерильный трамвай. Слушайте, даже звучит довольно поэтично. Ну, кстати, это не только в Пятигорске, а вот, например, в Михайловске тоже, насколько я знаю, междугородний транспорт дезинфицирует. Это хорошо. Хороший пример для многих. В минеральных водах парень остановился помочь перевезти через дорогу пожилого дедушку. Красавчик! Кем бы вы и где бы ни были, нужно оставаться прежде всего человеком. Ведь потерять человеческий облик очень просто, а сохранять его всегда – это ежедневная работа над собой, друзья. Давайте над этим вместе трудиться. Ну, а вот сейчас прям до слез. В Барселоне люди не унывают, гречку не скупают, а просто радуются жизни, как могут в этих вот предложенных жизнью обстоятельствах. Все-таки коронавирус открывает в людях многое, в том числе и творческие таланты. А видели ли вы, ребята, как ходят по лестнице пингвины? Пингвины. Я вот лично сам не видел, но сейчас мы обязательно вместе посмотрим. Да, ну, скорее всего, это как-то вот что-то типа того, наверное, как-то так. Давайте смотреть, тем более, что это очень-очень забавно и мило. Ковальски, нам нужен новый план. Это ежедневная милота, друзья. Сегодня вот так, друзья, коротенько, но очень по-доброму, по-милому и довольно позитивно. Вот так постарались скрасить ваши серые и, возможно, негативные будни. Оставайтесь с нами, оставайтесь со своим ТВ, друзья. Мы обязательно будем вас радовать еще хорошими, позитивными новостями. Ну, а на этом всем до свидания. Пока, Антон, привет зрители. К нам дозвонились. Доброе утро. Алло, алло. Да, да. Доброе утро. Подожди, это Любовь Яковлевна. Доброе утро, она самая. Доброе утро, Любовь Яковлевна. Как дела ваши? Отлично. Как настроение? Прекрасное. Ой, как хорошо. Любовь Яковлевна, что успели уже сделать с утра? 7.57 на часах. Уже с работы пришла и сразу же включила свое ТВ. Мне подсказывают, Любовь Яковлевна, вы у нас дворник, правильно, чистоту наводите на улицах? Конечно. Спасибо вам огромное за то, что наш город самый красивый в мире. В этом я убежден лично. Любовь Яковлевна, вам лично огромное спасибо. Спасибо и вам. А мы хотим тем временем вам сделать подарок, там легкие условия участия, правда. Сертификат на 1000 рублей на отбеливание зубов от наших партнеров в студии White Perfect Smile. Мы вам подарим, если вы напомните, мы, Любовь Яковлевна, давай скидочку сделаем, два варианта ответов. Любовь Яковлевна, кто соперник Ставропольского Динамо Виктор в 1-4 финала гандбольной суперлиги? Вариант А, пермские медведи. И вариант Б, алубские медведи. Так. Любовь Яковлевна, еще одна подсказка. Машка, Маша. Сейчас подумаем. Давайте подумаем. Смотрите, Маша уже такую одну легкую подсказку сделала. Маш, ты у нас откуда? Я думаю, может быть, кубанские. Нет, два варианта ответа, Любовь Яковлевна, либо А, либо Б. Либо пермские, либо алубские. Вы как думаете? Вот второй, алубские или какие? Алубские. Нет, Любовь Яковлевна. Ну, почти. Крым мы любим, но в Крыму гандбола пока не так много, как хотелось. Тогда пермские. Тогда пермские, Любовь Яковлевна. Вот правильно. Запомните, Машка, у нас из Перми. Это для будущих наших конкурсов пригодится. Любовь Яковлевна, мы вас поздравляем. Сами воспользуйтесь сертификатом, подарите, может, кому-нибудь. Ну, у меня дочка живет в Михайловске. Как же совпадает. Прекрасное совпадение. Любовь Яковлевна, мы вас поздравляем, дочку тоже. Всех жителей Михайловска мы поздравляем. Оставайтесь на линии, вам расскажут, где и как забрать ваш подарок. Ну, а мы, наконец-таки, готовы спеть песню, которую так хотели спеть нашему любимому... Антону? ...Киевскому, которому мы сегодня поставили целый конкурс. И посетим сейчас песню. Какую? Мы так и не решили, нас прервали на Антона Киевского. Да, да, нас почему-то увели на вертикальные новости, но мы хотим спеть песню по лицу роса. Я к тебе, боса, а я больше не знаю слов. За тобой бегун на край света босая. Любимая, любимая песня Антона Киевского в нелюбимом исполнении, в нашем, в самом некрасивом исполнении, но красоты просто в нашем эфире будет сейчас очень много, и мы объясним, почему. Арфейн Меркариан супер визажист, стилист, гример и блогер у нас в студии. Арфейн, привет. Единственная у нас в крае. Доброе утро. Сейчас я попрошу нашего режиссера показать несколько фотографий работ, а Машеньку попрошу, наверное, пойти кофейн. А как же я тебя буду снимать? Посмотрите, что же она делает? Оптическая иллюзия просто какая-то. Мейкап, я не представляю. Ну все, не вгоняйте меня в краску. Я вчера смотрела и удивлялась, я думаю, что же показать телезрителям? Я долго думал. Это же не фотошоп, получается. Я в трансе. Это не фотошоп, ты понимаешь? Это не фотошоп. Очень красиво. А есть названия какие-то этих работ? На самом деле нет. Все эти работы берутся из ниоткуда. Когда-то это, возможно, бывает какое-то изображение своих эмоций, где-то вдохновляет. Вот, например, море. Вот это вообще шок, это гид. Вот это очень красивая. Очень красивая картинка. Тут, по-моему, понятно, что меня вдохновило. А это чем вы делали работу? Красками. Красками? Да, красками. Причем рисую я всем, что под руку попадет. То есть у меня нет специальных красок для грима и так далее. Все, что под руку попадает, всем и рисую. Такая интересная неоклассицизм какой-то. Это работа Хэллоуин. Вот такая... А ты, по порядку. Рашин матрешка. Мне, как человеку, по понятным причинам, очень далекому от мира визажа, стилистисти, как там, мейкапа. Было бы удивительно, если бы тебе это было понятно. Слушай, ну, последнее время почему-то об этом мы говорили. Вообще, с чего начался твой путь вот в этой сфере? Как ты поняла, что хочешь творить не на холсте, а на людях? Честно, никогда и вот представить даже не могла, что меня это как-то будет интересовать, мне это будет нравиться, я буду работать в этой сфере. Пришло из ниоткуда. Я была обычной мамой в декрете, которой просто захотелось чем-то заняться. Занялась визажем, ну и как-то получилось. А в грим буквально, наверное, года два назад как-то пришло. То есть это такой не просто визаж, а уже действительно киношный грим, который можно выпускать. А вы где-то учились? Я нигде не училась, я самоучка. Я была на конференции по гриму в Москве, там были самые сильные спикеры России. Ну и оттуда как бы ухватила то, что мне нужно, то, чего не хватало. И сказать, что я планирую развиваться в этом направлении, то есть специально учиться где-то и так далее, не могу я вам этого сказать, потому что грим это не особо востребовано у нас. В Москву меня приглашают, причем очень часто приглашают на съемки, в клипах, в кино и так далее. Но у меня нет такой возможности, я мама, я жена, я дочка, я сестра, поэтому я не могу оставить всех и уехать работать. Сейчас это работа, как не работа, для души. Да, это для души. Афиня, вопрос от нашей зрительницы Саши Болдиной. Ей всегда, как она цитирует, точнее, мне всегда приходила мысль, не вредно ли это коже? Да нет, почему же это вредно? Абсолютно безвредно. И грим, я ж его наношу просто для того, чтобы сфотографироваться, то есть я ж не хожу с ним сутками. Вот тоже от меня теперь, от человека очень прагматичного вопрос. Сколько по времени занимает создание, вот я сейчас попрошу режиссера любую работу включить, вывести на экран. Пожалуйста, включите что-нибудь, что творит наши гости. Например, вот эта работа. Ну вот эта работа часа полтора заняла. В среднем это два-двадцать с половиной часа. Была работа у меня, может быть, зрители, где ребенок на ключе нарисованный, рукой ей. То есть вот эта работа у меня заняла шесть часов. И сама сложность, самая сложная в рисовашках моих, это то, что я рисую в отражении в зеркале. То есть я сижу напротив зеркала и рисую в абсолютно обратном направлении. Вот это самое сложное. А вот это вот? Это тоже, это баловство, это все по-быстрому тут. Это баловство, друзья. Как что так? Ну это все было на самом деле. Это вообще дома, съемка дома. Дети бегали, муж приехал с работы, говорит, ну здрасте. Я говорю, привет. Привет. Ну здрасте. Ну привет. Я в этот момент, кстати, готовила кушать и ждала его, чтобы он пришел от фото. Отлично, да, да. Какой-то такая разворачивая, говорю, привет. И вот вопрос прагматика. Полтора, ну два, шесть часов ради пяти, семи, десяти минут фотосессии. Ну это же картинка того стоит, вас-то это впечатляет, а мне так хочется радовать вас. Ну ты права, да, это того стоит. Это, правда, шокирует даже порой. Да, многие говорят, зачем ты это делаешь, если в Ставрополе это не востребовано. Почему в Ставрополе это не востребовано? Грим? Ну потому что у нас киношки особо не снимают. Но к нам же приезжают зачастую снимать эпизоды. Да, у нас приезжают, я работаю с нашими и местными ребятами, и с приезжими ребятами в каких-то фото-видеопроектах. Но мне хочется, честно, я бы с удовольствием хотя бы разочек поучаствовала в съемках фильма, то есть поприсутствовала бы там в качестве гримера. Друзья, вот вам идея, вот человек, если нужен грим любой сложности. Любой сложности. Вы знаете, куда обратиться, титр мы, инстаграм мы еще неоднократно сегодня покажем. Офель, опять-таки вопросы, прагматика, знаешь, наверное, уже больше не грима, а в целом твоей индустрии касаются. Вот мы говорим мужское и женское уже на протяжении всей этой недели. И сейчас все, что касается косметической работы с лицом, мужчины в эту сферу входят каким-то образом, как клиенты или как исполнители? И как клиенты, и как исполнители. А что ты удавалась делать в инстаграме? Мне очень печально об этом говорить, но это так. Почему? Как клиенты, и как исполнители. Ну, потому что на макияж ребята порой тоже записываются. Почему печально? То есть тут мы должны быть все-таки достаточно... Побрутально. Достаточно, достаточно. Это личное мое мнение, я ничего против не имею, и клиентов таких тоже бывало, обслуживала. Но как бы я все-таки, да, больше за брутальных мужчин. С бородой, с небритостью какой-то, с зачесанными назад лохматыми такими волосами. А я побрился сегодня утром. Ну, вот какой ты, Ростислав, неправильный мужчина. Да я уже третий раз сегодня за эфир это слышу. Друзья, спасибо большое. Тебе тоже спасибо от всех наших гостей сегодня слушаю. Я за чего? Да ладно, я уже привык. К тому, что я неправильный мужчина. Все нормально со мной, правильно я мужчина. Не верьте никому. Обители Ростислава. Официально заявляю. Считайте дальнейшую информацию официальным заявлением. Нормальный я мужик. Окей. Мне говорят, что у меня какая-то проблема с руками. Просто я на руки снимаю, хожу. Скачущие кадры, стабилизация нет в планшете, друзья. Очень хотелось бы нам какого-нибудь стабилизатора или какой-нибудь, как называется... Стабилизатор. Нет. Статив. Вот. Да. Статив какой-нибудь. Это намек, просьба. Непрозрачный. Непрозрачный. Абсолютно, да. Да, адресатор дойдет. Хорошо, Альфиня. По поводу профессионального грима, знаешь, не как для кино, а как для искусства, как для идеи, наверное, блога. Что для тебя, вот, твое увлечение дало, как оно монетизировалось? Популярность, и мне это льстит. А реклама какая-то была, вот, чтобы платили, ты воплощала образ какой-нибудь. Конечно. Конечно. Но за деньги мы тоже работаем. Деньги нормальные? Нормальные. Нормальные деньги. Да. А по поводу популярности, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? Ну, на данный момент 53 тысячи. То есть мало кто знает. 3 тысячи. Нет, ну что, 53 тысячи по меткам стало. Честно, я вообще не развиваю свой блог в Инстаграм. Вот от слова совсем. Я не, я человек не про Инстаграм и не про деньги, не про популярность. Я человек про душу, про творчество. Тут я всегда с блогерами готов используюсь. Слушай, у тебя 53 тысячи подписчиков, ты говоришь, что ты не развиваешь Инстаграм. Я его не развиваю. Ну, то есть, не развиваешь. Я привлекаю своими работами. Ты видел Инстаграм? Он очень красивый. Я не вкладываюсь в свой Инстаграм. Я могу 2 месяца не выкладывать вообще ничего, потому что мне, ну, не в кайф это делать, потому что мне не хочется, у меня нет вдохновения или просто тупо лень. А потом могу 2 недели подряд постить какую-нибудь ахимию. Так, а какой у тебя там Инстаграм? Ну-ка, напомни. Арпения Маркарян. Все просто. Все просто. Я не мейкап-артист и не хайр-стилист. Друзья, да. Арпения Маркаряна. 52 тысячи 8. Вот так вот уже минус 200 за ночь. Школа, да, есть? Потому что ничего не выкладываешь. Школа визажистов. Можно же научиться как-то? Конечно, да. Я обучаю, но обучаю только базовичков, то есть, макияжу. В Риму я не обучаю. Я считаю, что это моя стилистика. Я жадная на информацию в этом плане. Да нет, я шучу. На самом деле, просто я сама без сертификата. Мне хочется, если я преподаю, мне хочется грамотно излагать свои мысли и понимать, что я говорю. А рассказывать своим ученикам, что берем клей ПВА, ватку и бумажку, и делаем надрезики, шрамы и так далее, ну, это как бы чуть неправильно, как со стороны педагогов. Машка, мне что-то мучает, что мужчина задает в эфире с визажистом, с артистом, больше вопросов, чем девушка. Давай что-нибудь еще спросим. Такое, чисто женское, для девочек. Чисто женское. Например. Например. Например, да, спрашивает у нас Алексей Стар, 26. Алексей, кстати, привет. Сколько лайков в постах? Вот, допустим, вот такой замечательный пост. Сразу сейчас подписки придут. 1100 лайков, да. Ну, при 50-52 тысячи, тысяча лайков, то, в принципе, нормальная конвертация живой аудитории. Ну, честно, я не заморачиваюсь ни на лайках, ни на просмотр. Ну, и правильно, я тоже. Помаши, пожалуйста, ручкой. Ручкой помаши попросили. А мне интересно, а как образ приходит, вдохновение? То есть, может быть, это картинка там в книге, там еще что-то. Каким образом? Ну, картинка в Инстаграм чаще это бывает. Мы где-то что-то видим, я хватаю тут, там понемножку и создаю что-то свое. Только по частям так. Да, первое время, года два назад, когда я начинала, даже три, наверное, уже, я изображала свои эмоции на лице. То есть, хреново мне, рисуем что-то темное. Грустный смайлик. Да, какой-то грустный смайлик, что-то там с кровью, ужастиками и так далее. Это первые, да, работы были? Да, это были первые работы. Свою первую работу я очень хорошо помню. Это было на Хэллоуин. Короче, не буду рассказывать, лучше потом покажу. Вот. Ну и потом как-то пошло-пошло-пошло, проявляла я свои эмоции и заметила, что это нравится аудитории, нравится публике. Эффект вау, как бы я создала. Ну и... Как снежную комнату в дальнейшем. Да, сейчас просто развлекаю себя, развлекаю публику. У меня созрел вопрос. У тебя большая часть фотографий в Инстаграм, это когда ты рисуешь на себе. Да. А когда ты рисуешь на других людях? Я на них практически не рисую, потому что, когда я рисую на ком-то, это не заходит. То есть я даже опрос устраивала в Инсте, спрашивала, ребят, вам больше нравится, когда я делаю это на моделях, или вам нравится, когда я делаю это на себе? Все единогласно сказали, на себе. Хотя модельками ко мне очень часто просятся. А в чем разница между работой со своим лицом и с чужим лицом? Слушай, ну, свое лицо я его хорошо знаю, я привыкла уже рисовать с отражением в зеркале, и я могу, если мне в 12 часов ночи приспичило что-то нарисовать, я встала, поехала к себе в студию и что-то нарисовала. С моделями тут же нужно договориться заранее о времени. Нужно приехать. А если работаешь уже 6 часов? Да, а работы свои я особо не продумываю. То есть я где-то какие-то элементы увидела, возможно, поскринила, доработала, додумала их, и все, все это у меня рождается на ходу. То есть я сижу и рисую. На модели я этого не то чтобы не смогу. Если мне скажут, нарисуй вот это, это я нарисую. А чтобы на ходу придумать что-то на модели, прекрасный вопрос от нашего любимого, многоуважаемого зрителя и слушателя Антона Киевского. Фильм «Без лица» смотрели же? Смотрели. Можно ли сделать человеческий грим, чтобы стать похожим на кого-то конкретного человека? Условно говоря, вот так вот мы можем сделать? Поменяться лицами? Не дай бог. Честно? Возможно. Это возможно. Вы видели, кого я делала? Я из тебя Моргана Примана делала, ребята. Да, последний. Я не успела скачать вчера. Вас не стали поменять, это вообще как бы проблема. Я вчера еще смотрела, думала, а как же, как же... Как же это сделано? Как же это сделано? Каким образом я думала, картинка сначала. Джонни Депп. Джонни Депп есть. Джонни Депп есть. Сейчас покажу, можно нашим инстаграм зрителям, ой, нашим телезрителям я покажу Джонни Депп. А самый необычный проект из всех. Так, друзья. Вот прям вот сложный по длительности. Ну, это вот, наверное, ребенка, когда я рисовала, если сейчас... Это Морган Фриман. Кажите, это было очень сложно. А это, ну, угадайте, Альберт Эйнштейн. Круто, суперкруто. Меня вот недельку назад, нет, не недельку, это было, наверное, недели три назад накрыло, мне захотелось перевоплощаться в мужиков, причем в популярных мужиков. Я не знаю, с чем это связано, но вот было такое желание, и три работы не отразились. К тебе просьба, но, правда, у меня очень схудный набор инструментов. У меня есть фломастер. Мне достаточно. Я хочу, знаешь, мы, да, мы в перерыве, друзья, перед тем, как выйти в эфир, обсуждали, где именно нанести надпись, какой-то мейкап. Я, знаешь, как я хочу, как инстаграм-масочка вот здесь, под глазками можно попросить? Конечно. Друзья, сейчас будет... Сдаем инстаграм-масочки. Я останусь. Да, не, давай, дай вот так вот, как зеркальце у меня будет. Ну, давай поменяемся с тобой местами. У меня будет, как зеркальце. Выгнал, выгнал. Ты в зеркальце, когда ты в руках профессионала, Расчислав. Нет, чтобы люди видели, что это все не... Маска инстаграм сейчас. Что происходит? И сам этого хотел. У меня аж руки трясутся. Тебе сердечко нарисовали. Друзья, что там происходит? Татуировка. Мне когда татуировку убили, не так страшно было. Он пишет вообще? Ну... Очень плохо? Может, плюнем? На меня? Нашла мастер, как в детстве. Тебе закончится фантазия, как-нибудь, может, унижение у меня приводит. Мама сама унижает, еще и меня подбивает. Круто. Что-то получается. Мне говорят, что я очень красивый. Ну-ка, смотри наверх. Страшно красивый. Раз, два. Смотрите, новая маска от Ростислава. Сделайте кто-нибудь скриншоты. Мы обязательно закажем. Я думаю, сделаем масочку такую отдельную. Отвените, спасибо большое. Спасибо вам за приглашение. Да, безусловно. Да, безусловно. Ты все, ты вышка, это просто вышка. Я в мужественности прибавил, нет? Конечно. То мне сегодня упрекали весь сфер. Мы можем бороду подрисовать или учебную. Как в детстве. Да, друзья, напоследок, Арфеня Маркарян, стилист, визажист, гример, блогер. Подписываемся на нее в инстаграм. Я уже показывал. Давайте напоследок еще на крупную камеру покажу ее аккаунт. Друзья, вот так вот он выглядит. Вот так. Вот сейчас, пару секундочек. Вот она, Арфеня. Нижнее подчеркивание, Маркарян. Там вообще красота. Супер-пупер красота. Просто супер-пупер красота. Ну а что, мы поедем дальше. Друзья, у нас не так много времени осталось. Каких-то 15 минут. И последний конкурс прямо сейчас мы хотим разыграть. Давай быстренько. Я составила топ-3 фитнес необычного фитнеса. Самый необычный фитнес-зал. Давай посмотрим, что там потихонечку. Пойдем первый фитнес-зал у нас о чем? Фитнес на шпильках, представляешь? В Испании придумали заниматься вот таким вот фитнесом как раз-таки. А мы посмотрим видео. Мы очень хотели бы видео посмотреть. Или посмотрим все-таки на мое замечательное творение. Своё ТВ. В общем, этот фитнес появился относительно недавно. Вот она. Да. Пашель, красавицы мои. О, девочки, какие хорошо идут. Мне кажется, неудобно. Вот как раз-таки забег на шпильках был, а вот фитнеса еще не было. Окей, я слышал, что знаешь, что да. А следующий вид фитнеса – это фитнес для молодых мамочек. Для мамок. Серьезно? Для мамочек. Да, мамочек. Ух ты, ну это нормально. Вот они как с колясками делают. Это очень интересный подход, в принципе, к фитнесу. Ребенок будет находиться рядом, ну, не на руках, зато в коляске. Два в одном. И караоке-фитнес. Напоследок, новый вид фитнеса – это смесь несовместимых занятий, пения и кардио-тренировок. Придумал такое занятие Билли Бленкс-младший, как раз он на экране. По лицу роса, я тебе босая, за тобой бегу, на край света босая. Нормально у меня, по-моему, получилось. Друзья, не просто так мы о фитнесе, в принципе, договорились. Да, да, вы можете тоже приобщиться как раз-таки к нему. С 15 лет. Если вам исполнилось 15 лет, да, друзья, к фитнесу, к стрейчингу, вы можете приобщиться в школе Амина Цехайла и Ангелы Кавказа. Для этого необходимо ответить на очень простой вопрос. В каком городе России был открыт первый фитнес-клуб? Вариант А – Петропавловск, Камчатский. Вариант Б – Санкт-Петербург. Вариант С – Черкесск. И Д – Рязань. 30. 33.020. Телефон нашего прямого эфира – код города Саврополь – 8652. Друзья, в ожидании ваших звонков у нас еще один приятный повод для радости сегодня. Оказывается, есть день весеннего равноденствия, много праздников дарит. Сейчас мы хотим поздравить персонально нашу коллегу Марину Петрову. А поздравить по приятному поводу. Какой статей? Сегодня Международный день астролога. Новый астрологический год, если я все правильно понимаю, начинается именно сегодня. Отмечается больше 20 лет уже. И вы знаете мое отношение к гороскопу, друзья, я в него не верю. Но, тем не менее, прекрасный повод порадоваться за коллег и друзей. Поэтому, Марина, еще раз с праздником, с профессиональным. И вот какой гороскоп она подготовила для зрителей своего ТВ. Смотрим прямо сейчас. Здравствуйте. С вами Марина Петрова. И это мой авторский гороскоп на 20 марта. Овны. Высока вероятность наступления конфликтных ситуаций, ссор и споров как дома, так и на работе. Наберитесь терпения и старайтесь не реагировать эмоционально. Дела, начатые в этот день, могут приобрести затяжной характер. Тельцы. День окажется достаточно стабильным, наполненным положительной энергией. Взаимоотношения с окружающими и близкими будут замечательными. Благоприятный период для подписания и заключения сделок. Возможно, деловое знакомство. Близнецы. Сегодня следует завершить когда-то начатые дела. Возможно, необоснованные беспочвенные конфликты с близким окружением. Рекомендуется сглаживать углы и по возможности не реагировать на провокации. Раки. Сегодня благоприятно начало реализации новых идей, планов и проектов. Не упустите шанс наладить отношения с людьми, с которыми когда-то у вас были недопонимания. Львы. Неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Готовьтесь к незначительным денежным трудностям. Желательно отказаться от совершения покупок и рекомендуется отдых в семейном кругу. Девы. Сегодня от вас требуется особая внимательность на работе, так как высокая вероятность допущения ошибок. Особенно будьте аккуратны при оформлении документов. Следует завершить незаконченные дела, которые постоянно тянут вас вниз. Весы. День будет весьма стабильным и спокойным. День благоприятный для отдыха и развлечений. Рекомендуется провести вечер в семейном кругу или кругу друзей. Стоит ждать приглашения на торжественные мероприятия. Также рекомендуется самостоятельно посещать музеи, театры и концерты. Скорпионы. Неблагоприятный день для решения финансовых и деловых вопросов. Сегодня возможно резкое ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний и появление новых. Стрельцы. День окажется неблагоприятный в личной сфере. Возможны конфликты, ссоры, разногласия с близким окружением. Не занимайтесь решением деловых и финансовых вопросов. Они не оправдают ваших ожиданий. Козероги. Чтобы избежать конфликтов, сегодня от вас требуется особое самообладание. Не рекомендуется вести важные переговоры, обсуждения. Есть вероятность быть непонятым. Водолеи. Вероятно возникновение финансовых трудностей, которые могут приобрести масштабные размеры. Необходимо уделить внимание деталям, мелочам, финансовых и деловых вопросов. Рыбы. Возможны конфликты с близкими, родными и коллегами. Вероятно, вам придется заняться решением чужих проблем. Сегодня день разочарований и несбывшихся надежд. С вами была Марина Петрова. Отличных выходных и хорошего настроения. Друзья, у нас звонок. Ура, ура, ура. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Татьяна, откуда нам дозвонились? Михайловск. Михайловск здесь, Михайловск с нами. Татьяна, хотите выиграть кое-что? У нас для вас есть. Было бы неплохо. Да, у нас для вас есть сертификат на месяц бесплатных занятий фитнесом и стретчингом. Вроде так эта штука называется. В школе танцев Ангелы Кавказа Амина Цихаевой нужно просто на один вопрос ответить. В каком городе России был открыт первый фитнес-клуб? А, это Петропавловск-Камчатский. А, это мой любимый родной Санкт-Петербург. С, это Черкесск. Да, это Рязань. Ну, думаю, что это будет Санкт-Петербург. Да, да, да. Это Питер. Это Питер. Абсолютно правильно, Татьяна. Вы попали в точку. К чем мы вас поздравляем? Когда пойдете заниматься? Сегодня или, как всегда, все с понедельника говорят? С понедельника. Особенно учитывая нынешнее положение в крае. Хорошо. Ну, что, главное, это спорт. Главное, все-таки, спорт занимается укрепление иммунитета. Сейчас самое-самое важное. Татьяна, мы вас поздравляем. Оставайтесь на линии. Мы расскажем, где и как, точнее, нашей коллеге, где и как забрать ваш подарок. Ну, мы ближимся к завершению, друзья. В Японии хочу рассказать еще новость. Есть горный экскурсионный маршрут. Очень сложно называется. Крыша мира. Да, проходящий через гору Тетаяма в японских Альпах. Он был открыт 1 июня 1971 года. Сезон экскурсий начинается с 16 апреля по 30 ноября ежегодно. Вот такие впечатляющие. Да, это отличительная особенность маршрута. Вот эти снежные стены, которые в момент открытия достигают до 20 метров. Это фантастические такие снежные коридоры. Могут лежать аж до середины июня. Длина маршрута почти 90 километров. По ходу его мы поднимаемся до 2400 метров над уровнем моря. А сколько снега ожидается в Ставропольском крае? Мы посмотрим далее. Прямо сейчас. Теплой погоды зрители своего ТВ. О погоде на 20 марта-пятницу узнаем прямо сейчас. В Ставрополе днем температура 2 градуса выше 0, а ночью 0. Дополняют картину осадки. В городе снова дождь со снегом. В Изобильнинском и Новоалександровском округах сильный дождь днем плюс 5, ночью плюс 2 градуса. В Пятигорске и Минеральных водах днем плюс 6, а ночью 0. Дождь. В Кисловодске кроме дождя ожидается также снег. Температура воздуха днем плюс 4, ночью минус 2. В Уденовске и Нефтекумске днем плюс 5, ночью плюс 2 и сильный дождь. В Ипатово, Дивно, Марсгире незначительно теплее. Температура днем плюс 6, ночью плюс 4. Также сильный дождь. 20 марта в этом году день весеннего равноденствия. Это одно из уникальнейших явлений природы. В этот период во всех странах день почти равен ночи. Кстати, весеннее равноденствие считается астрономическим началом весны. Будем надеяться, что это так. И весна все-таки поскорее наступит. А следить за погодой будем вместе на Своем ТВ. Своем ТВ. Информационные итоги дня в главном выпуске программы «Новости» на Своем. А в 20.30 первая серия художественных фильма «Казус Кукотского». Завершится пятница фильмом «Нехудо бы похудеть» в 22.00. В субботу в 9 часов вечера на Своем фильм «Параллельные миры». А в воскресенье в 20.30 итоговый выпуск новостей на Своем за минувшую неделю. Все самое главное из жизни Ставрополья в материалах наших коллег. А в 9 часов воскресенья художественный фильм «Ларговинч-2. Заговор в Бирме». Очень интересный. Да, друзья, оставайтесь на Своем на все выходные. Самое уютное местечко – это наше утро, конечно, да и весь наш телеэфир. Мы с Марией Никитиной. И Ростиславом Скиданом. Она вспомнила, как меня зовут. На этой неделе с вами прощаемся. И увидимся уже ровно через два с небольшим дня. Всех любим, всех целуем. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»